Вынужденные переходить на альтернативные источники отопления владельцы частных домохозяйств тревожены последними фактурами за газ, а точнее практически удвоенными суммами по новым тарифам. Как нам поведали кишневцы, за ноябрь пришли колоссальные счета. Сбережения на исходе, а впереди еще несколько месяцев отопительного сезона. Этот мужчина живет вместе с супругой на старой почте. За обогрев дома площадью 60 квадратных метров в прошлом месяце пришлось заплатить 1200 леев. Практически в два раза больше, чем в прошлом отопительном сезоне. Хозяин даже представить себе не может, как продержаться до весны. Пенсионеры стараются на всем экономить. Вместе имеют не больше 5000 леев в месяц. Новость о том, что газ может еще больше подорожать, лишила дара речи. Говорит, оплачивать счета просто не на что. Не сможем платить уже дальше. Мы пенсионеры, живем вдвоем. Дочка, если поможет, а так на пенсии у нас не хватит, нету пенсии. Сняли. Были раньше, сняли, поставили отопление. Думали, что газ будет дешевый, а он дорожает, дорожает. А эта женщина платит за отопление пяти комнат. Вместе с мужем вырастили семерых детей. Многие уехали за границу, где воспитывают уже своих деток и помогают родителям справляться с неподъемными счетами. Четыре с половиной только за отопление. Такое за отопление. Но это очень много. У меня 2000 и у мужа 2000. В два раза больше пришло. С тремя детьми очень тяжело. Я не понимаю, почему у нас задолженности. Откуда? Все же платят. Если не платить, месяц приходят и перекрывают газ. Значит, деньги граждан ушли в чужой карман. У нас автономное отопление. И очень дорого, очень. Тем более в декрете. Муж один работает, содержит нас всех. Так что очень тяжело. А сколько вам пришло в это? Ну, в этом месяце около 2000. А этот житель столицы говорит, что когда-то решил не разбирать старую печь и теперь отапливает дом дровами. Газ слишком дорогой. Мне газовое отопление стоило 4000 в месяц. И это до подорожания. Пока еще не обогревались целый месяц газом. Греемся дровами. Купили 7 кубов дров по 1000 за кубометр. А если еще перевозку, работу посчитать, тоже много выходит. Но все же немного дешевле. Новые тарифы на голубое топливо вступили в силу с 1 ноября прошлого года. На фоне подорожания природного газа правительство объявило о предоставлении компенсации всем бытовым потребителям. Так, за первые 50 кубов правительство платит по 4 лея 30 банов. За следующие 100 кубов по 3 лея 20 банов. После того, как Наре снизило тариф на газ для бытовых потребителей с 1 января на 8 банов, в настоящее время 1 кубометр газа стоит 11 леев вместе с НДС.